Уважаемый Бахачан Абирыч, уважаемые участники заседания, в республике в основном завершена уборка урожая зерновых культур. Воловой сбор зерна составил 23 миллиона 100 тысяч тонн в бункерном весе, что в 1,4 раза выше по сравнению с прошлым годом и является одним из рекордных урожаев за всю историю независимости. Средний урожай составляет 15,2 центнер с гектара. В основных зерносеющих районах собрано в Акмолинской области 5,7 миллиона тонн, зерна урожайность 13,2. В Североказахстанской 5,6 миллиона тонн, урожайность 17,6 центнер с гектара. В Кустанайской 5,5 миллионов тонн зерна, урожайность 13,3 центнер с гектара. Осталось убрать по трем регионам 90 тысяч гектаров, что при нормальных погодных условиях является суточной нормой. В Карагандинской области намолочено более 1 миллиона тонн зерновых культур, что является рекордным урожаем за всю историю земледелия Карагандинской области. В Западно-Казахстанской области и Актьюбинских областях урожайность спроса по сравнению с прошлым годом увеличилась в 3,4 раза соответственно. Практическое завершение уборочной кампании зерновых в оптимальные сроки является результатом своевременного решения всех организационных вопросов. Следует отметить, что темпы уборки урожая нынешнего года 375 тысяч гектаров в день превышают уровень 2015 года в 1,3 раза по сравнению с 2014 года в 2,6 раза. При том, что воловой объем зерна более чем в 3 раза больше по сравнению с 2015 годом. Области южного региона продолжают уборку хлопчатника, сахарной свеклы и риса, где также отмечается высокий урожай. Так, воловой сбор риса в текущем году составил 432 тысячи тонн при урожайности 51 сантиметра с гектара. В Казалардинской области, где производится основная доля риса, уборка завершается, но уже урожайность в области 52,9 сантиметра с гектара, что является рекордом за всю историю независимости Казахстана. Как известно, южные регионы являются основными производителями овощей, фруктов, винограды и бахчевых культур. В Казахстане, Алматинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской области убрали 2,4 миллиона тонн овощей и 1,7 тонн бахчевых культур, что также превышает уровень прошлых лет. Ожидается урожай сахарной свеклы, который составит 422 тысячи тонн при урожайности 327 сантиметра с гектара, что на 101 тысячу тонн больше, чем в 2015 году. По масляничным культурам убрано порядка 47% площадей, воловой сбор прогнозируется выше прошлого года в 1,2 раза. Что касается качества зерна, так одним из основных показателей является влажность зерна. На ХПП поступило 4,6 миллиона тонн зерна, в том числе пшеницы – 3,8 миллиона тонн зерна. Из данного на хранение мягкой пшеницы доля зерна с влажностью до 14,5% в общем объеме составляет 57%, что на 2,4% больше, чем в прошлом году. Но несмотря на это, регионы заявили дополнительный объем дистоплива на сушку зерна. Правительство своевременно решило данный вопрос, подписывая необходимый график и осуществляется отгрузка ГСМ. Проводится ежедневный мониторинг по обращению электронных зерновых расписок. В информационной системе зерновых электронных расписок выпущено более 17 тысяч расписок на общий объем 2,8 миллиона тонн. Наибольшее количество электронных зерновых расписок выпущено в основных зерносеющих районах, как Акмолинская область – 7,8 миллиона расписок, Кустанайская – 4,8 миллиона, и Североказахстанская – 3,7 миллиона расписок. Для обеспечения кормами животноводства продолжается необходимая работа. Заготовлено 23,6 миллиона тонн грубых кормов и 1,2 миллиона тонн сочных кормов, что, соответственно, 17,69% больше уровня прошлого года. Под урожай 2017 года засыпано более 2 миллионов тонн семян, или 98% от потребностей. В 8 областях, такие как Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Кустанайская, Казлардинская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Североказахстанская области, выполнены планы засыпки семян. По программе форвардного закупа пшеницы и чменя у сельхозтоваропроизводителей посредством весеннего полевого финансирования через акционерное общество национальной компании продовольственная контрактная корпорация была выделена более 15 миллиардов тенге. На 10 октября погашено 3 миллиарда 200 миллионов тенге, или 21%, в том числе погашено зерном 9 тысяч тонн и денежными средствами 2 миллиарда 900 миллионов тенге. Учитывая пожелания сельхозпроизводителей, им не представлено право погашения задолженности денежными средствами или зерном. Уважаемый Бахшан Абирович, резюмируя доклад, можно сказать, что текущий год, год 25-летия независимости Казахстана, в целом достаточно успешный для сельского хозяйства республики, собран рекордный урожай. По отзывам сельхозпроизводителей это достигнуто благодаря прежде всего поддержке главы государства и последовательной государственной политики. Спасибо за внимание.